всем привет ребят слышите как орет эта психованная белая свинка которую мне подарил брат я у вас спрашивал как мне ее назвать и в общем мне прислали очень много вариантов кличек но больше всего мне понравилось псеша она вроде как бы и ласково и от слова психованная и эту кличку мне написала проненко наталья проненко наталья проненко наталья большое вам спасибо и привет в этом видео в общем вот эту теперь о боже вот эту теперь белую психованную свинку зовут псеша она самая крикливая они конечно сейчас голодные все но она орет даже когда она не хочет есть ей бы поорать но сейчас я их всех покормлю сейчас насыплю ну не буду это показывать а вообще это видео про петуха которого мне подарили который сидит вот там на дереве и мы сейчас с вами полезем на то дерево достанем его потому что сосед серёга с нелли серёг нелли если у меня смотрите привет сказали он ходит возле тебя до забираю его и уже себе и в общем я им говорю хорошо заберу как бы новая кровь я его оставлю на племя он небольшой но он такой хохлатый красивый о боже надо уйти и необычной расцветки такой рябенький а им сказал что когда мои петушки подрастут молодые я им дам одного петушка на мясо в общем сейчас пойдем ловить ну а сейчас вот смотрите в то время как когда все должны спать у меня вот петухи с курами дерутся на улице в полной темноте это кошмар какой-то глянь глянь какой вот эта маленькая курочка постоянно на всех кидается я уже в некоторых видео это говорил насыпал им на утро зерна они все повылазили и давай его клевать как будто целый день ничего не ели хотя забыл у всех вот такие полные но не сейчас не об этом сейчас насыплю свиньям покушать дам им яиц опять я потому что нанесли много да можно могу показать сколько нанесли за сегодня вот смотрите вот сколько и вот сколько и вот и вот и вот в общем 6 гнезд и во всех есть яйца несъедобные потому что я пропаиваю птицу и мне нужно эти яйца отдавать поросятам они их с удовольствием едят в общем сейчас покормлю свиней а потом пойдем доставать по петуха сейчас дадим яиц поросятам и пойдем по петушка десяточек что же они будут делать когда я им больше не буду давать яиц все тут все десяточек взял куры все гуляют о боже какая плотная скорлупа не разбилась яйцо для никак не разобьется о нет целая что ж такое вот так все не знаю 10 или 12 пойдет петушок думает беленькая как молоко они сыворотку хорошо пьют яйцо вот пенится он до воды не достает это тот который был слабенький и вот уже такой веселый даже среди ночи гуляет а так он и днем был не сильно веселый в общем яйцо размешали сейчас вылью пока пьют на 3 на 3 минуты тишина вот этот рыжий дюрок слабыми ножками он как корова гляньте пузатый пузо у него какое большое это конечно для поросенка неправильно видите гляньте какой пузатый эти вроде ничего но все равно задницы не такие как у у серегиных поросят серег тебе тоже привет ну вот сейчас водички попьют и начнут опять орать как бешеные и эти обожаю когда свиньи вот так хватает еду вот как вот это крайняя а вот это селедка она конечно так не ест умница умница сейчас еще водички принесу потому что 10 литров на шестерых и мало и добавим еще 6 яичек наверное дай добавлю добавляю курам как и свиньям 3 кальций фосфат и скорлупа очень крепкая мне очень нравится ну то есть вот так вот так вот так вот так ну и можно налить на чертёк и вот надей вам на 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 боже мой вот то встань ровно стань да повернись повернись ровного боже мой это как написала одна подписчица куром налил коктейль гоголь бога ли то есть куром свиньям коктейль гоголь-моголь а куром поставил кальян в общем у меня не двор а какой-то кафе прям с коктейлями и кальянами о боже мой в 3 3 отсек его жидкость не дотекла через дробленку и вот так поперек ну свиньи стали шикарно реально на добавках просто красота все мне нравится к нур к нур мне не нравится скоро если не успеет подрасти я не знаю чем я буду покрывать вот этих трех девок которые уже будут готовы к покрытию буквально да точно к новому году их можно будет уже покрывать и я не знаю что мне делать и мне искать к нур а ну в общем всех накормили полезли за петухом возьму вот сопачку это по-нашему или тяпка я больше называю тяпка вот вчера ездили жене на работу она позвонила подруге говорит возьми тяпку она говорит кого говорит типа сопачку ну да в общем сейчас будем его искать он где-то вот там сидит на дереве вот здесь мы сейчас с вами где-то в темноте пролезем здесь загончик для гусей вот мои гуси кстати только что убрал ну резал две гусеньки одну себе на котлеты одну теща ту которую себе взвесил убирал не мамутов а те которые ходили на том дворе я говорил что две гусеньки мне надо убрать и вот здесь вот есть еще вот эта малюсенькая и тоже нужно будет убрать она не нужна а вот себе меня спрашивали я хоть себе оставлю маму то да ребят я оставлю семью наверное два гуся и 8 гусень то есть десять штук и по весне буду продавать гусят потому что ну потому что потому что в общем гуси маму ты вот такие красавчики они все крупные женя который брал у меня семью 3 гусеньки и гуся сегодня звонит вот видите вот эта маленькая это не мамутиха который брал семью сегодня звонил и говорит что наверное приедет еще возьмет я говорю да вообще хватит и 3 гусеньки на развод ну вот такое дурной мне не лучше лучше конечно продать ну а я ему говорю что ему хватит ну не знаю в общем он говорит я подумаю приеду куплю ну пока еще убрать и еще мне один человек звонил харьковский тоже сказал возьмет ну вот такие дела ну мы с вами давайте полезем за петухом мы его сейчас будем сбивать потому что я к нему не достану а когда мы его собьем а в темноте куры не видят и мы его попытаемся достать ну вот видите вон он сидит хотя не знаю сейчас попытаюсь так долезть наверное я не достану а может и достану не достану сейчас ребят мне придется вас выключить это конечно не очень хорошо но так как я телефон держу на селфи палки в руке то я его не достану а так мне нужно так подтянуть ветку я его достану ну как-то так сейчас попробую а вообще давайте я вас подержу в зубах о боже чё ты тихо какой крикливый ну вот крикливый какой в общем я слез и сейчас мы его запустим сарай курам я думаю он к ним привыкнет он уже к ним привык он там под забором ходит уже не первую неделю ты испугался по когтям видно что петушок ну не этого года а прошлогодний вот смотрите видите какой вот ох опять забыл как называется тут вот эти все кушают петь иди вот теперь твои подушки бежи бежи только не выходи пошел пошел завтрак завтрак скорее всего будут драки вот хотя бы с этим взрослым красным так как этот красный здесь хозяин ну а возможно и будут жить спокойно ну посмотрим так же еще есть молодые здесь петухи которые уже большие но не знаю но я думаю он освоится потому что курочек здесь очень много хватит хватит всем петухам вот такой красавчик все успокоился главное чтоб не вышел с сарай но я думаю не выйдет все вот видите доливал воды они и опять все вылили выпили потому что смотрите какие пузатые понаедались понапивались вот этот дюрочек рябенький который так себе кабанчик вот вообще как как бочка но у этих опять воды нету я не знаю они наверное пили ее и пили и пили эту яичную воду ну к утру поедят и всю дробленку так что все будет нормально не вышел нет не вышел а курочки от него ушли испугались все все не скандалька о боже все все ну все ребят пойду сейчас покормлю в доме поросят и уток там и петля там маленьким и будем зак и буду заканчивать уже в общем не буду вам это показывать потому что без вас я это сделаю быстрее уже сто раз показывал в общем петух дома я его не украл это правда если бы я его украл я бы не снимал это на камеру на самом деле это правда мой сосед он мне его подарил так что теперь у меня есть новая кровь в курятнике можно сказать смотрите видите он небольшой вот он стоит возле красного не знаю будут они драться не будут ну будем надеяться что не будут в общем всем большое спасибо за просмотр ребят всем пока